Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале о вязании. В этом видео я хочу рассказать вам, как соединять ниточки в процессе вязания из пуха норки. Также можно применять этот способ для нити 100% шерсти из ангоры для избежания узелков и неровностей. В процессе вязания изделия необходимо будет соединять нить одного моточка с другим. Наиболее подходящим методом для соединения нити является метод сваливания. Он поможет избежать неровностей и ненужных узелков. После того, как один моточек у нас пряжи заканчивается, нам необходимо соединить ниточки, присоединить новый моточек. Как мы будем это делать? Нам понадобится вот такая вот расчесочка с мелкими зубчиками, можно использовать ножнички, тоже острые достаточно, и водичка. Берем наши ниточки, пух норки, и нам нужно будет с вами ее распушить. Если, например, вы используете расчесочку, то лучше соединять две ниточки. И начинаем вот так ее распушать. Также можно взять ножнички. Я использую вот такие ножнички маленькие. И самое главное нам добиться вот такого распушения. Аккуратно распушаем наши ниточки таким образом. Также можно использовать щеточки для животных с мелкими зубчиками. Тоже хорошо подходит. Итак, вот мы с вами распушили приблизительно до такой консистенции. Дальше укладываем нашу ниточку на ладонь. Вот таким образом. Так. Берем водичку. Немножко промакиваем в паре места, в двух местах приблизительно. Нужно, чтобы ниточка у нас не была мокрая. И прикладываем ладошку и начинаем вот так сваливать. Вот таким образом. Бодички нужно совсем немножко, чтобы нить не была мокрой. И начинаем вот так по всей длине и чуть-чуть дальше очень хорошо ее тереть. Потом можно немножко нить прокрутить в направлении скрутки. Ну вот наша ниточка готова. Вот она все ровненькая, однородная. И дальше можно продолжать вязание. Надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления о новых публикациях. Заходите, вяжите вместе со мной. Всем буду рада. Всем ровных петелек.